Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Это мой первый канал, второй Соскин Ньюс. Смотрите его тоже, подписывайтесь, поддерживайте канал. Итак, 21 июня, 22 год. Продолжается агрессия Беларуси и Российской Федерации в Украине. И ситуация ожесточения, потерь, страданий, трагедии поднимается, поднимается все на более высокие уровни. Но не только в Украине, а как я вам и ранее говорил, и очень давно давал эти прогнозы, что рано или поздно, по мере того, как война будет затягиваться в Украине, и будет нарастать противостояние, и расти будут потери и в живой силе, и в технике, и в экономической, финансовой сфере. И будет усиливаться раскол мирового сообщества, раскол стран на страны, которые поддерживают Украину и соответствующий набор институций, ценностей. И будут страны, которые так или иначе будут становиться на сторону Московии. А надо четко говорить, что название Российской Федерации, я вам уже, не знаю, десятки тысяч раз говорил и на протяжении десятилетий, что это недораспавшаяся Российская империя. А в основе ее лежит Московия, а еще глубже там лежит так называемый Иван Калита, а еще чуть-чуть глубже так называемый Андрей Боголюбский. Хотя он никакой не Боголюбский, обыкновенный бандит, вот, захвативший, создавший объединенные разбойничьи силы и захвативший столицу Руси, Киев и ограбивший Киев, совершивший просто святотатство. Была захвачена Киево-Печерская лавра, были сожжены церкви, монастыри, было колоссальное насилие, захватили тысячи, может, десятки тысяч женщин, детей, которые были уведены и проданы потом в рабство. Мужчины были тысячи, десятки тысяч убитых, тоже проданных в рабство, надругательство произошло. Ну, в общем, там страшные вещи совершились. Это было еще до, так называемого, Хазарско-Тюркского нашествия, ну, 1-го, 1223-го, когда они дошли до Киева и потом захват Киева, это 1240-й год, уже силами Батыя, Чингисхана. Он еще был жив тогда, так называемый, Тимурчин, ублюдок, вот, которого вели китайские и не только китайские, а представители Хазарского Каганата, Синедриона были в руководстве. А китайские советники были на уровне каждой сотни Хазарско-Тюркской Орды. Это не секрет, это всем известно, только тупорылым неизвестно, которые вообще ничего не читают и не знают. Ну, это так, дела давно минувшие дни и сказания старины глубокой. А на сегодняшний день мы имеем войну последователей вот этих андрофагов московицких, каннибалов уже на территории Украины. И сейчас она должна расшириться, уже все условия для этого созданы, и я вам про это говорил. Начинается следующая фаза, страница или глава, глава, я думаю, глава данной войны, она перекинется, как я вам и объяснял, на Балтийские страны и на Польшу. И уже понятно, что я вам тогда, помните, называл разные сценарии, то ли будет первый удар по Польше, то ли по Литве, то ли по Эстонии, то ли по Латвии. Ну, вот так сложилось, что все-таки на переднюю как бы линию удара вышла Литва. Итак, сегодня имеем 21 июня, кризис открытый начался 17-18 июня, в связи с тем, что Литва вбела эмбарго, она обязана это было сделать, на транзит грузов в Калининградскую область. Ничего такого она там как бы предусадительного не сделала, она выполнила просто решение Европейского Союза шестого пакета санкций, а будет же еще седьмой пакет. Но там еще будет, это еще не весь пакет, который начал действовать, потому что с декабря, типа с 22 декабря она должна полностью закрыть все поставки нефтепродуктов по трубопроводу в Калининградскую область. И Калининградская область как раз зимой останется вообще без нефтепродуктов. То есть практически уже, я думаю, сейчас будут большие трудности и перебои с нефтепродуктами в Литве. Это означает бензин и прочие все продукты нефтеперерабатывающие, нефтехимии и так далее. Огромный спектр, там целый список продукции, которые уже не может пройти в Калининградскую область. Это и строительные материалы, и цемент, и продукция, и металл, и деревообработка будет, ну и много-много-много всего другого. Там оборудования очень много не будет запрещено. Самые серьезные санкции должны будут коснуться также финансового сектора Калининграда, потому что в нем действуют банки российские, в которых уже отключен СВИП. В том числе, вот там первые из десяти, это уже касается где-то семи или восьми банков, в том числе Сбербанк России. То есть, по сути, Калининград окажется полностью в финансовой сфере заблокированным. Последнее, что может сейчас произойти, это в связи с нарастанием открытого конфликта уже, это то, что будут прекращены пассажирские перевозки между российской материковой Россией и Калининградом. То есть, практически жители Калининграда и жители материковой России не смогут ездить соответствующим образом посещать или Калининград, или выезжать из него. То есть, практически будут полностью прерваны все вот эти взаимоотношения на производственном уровне. Останутся, конечно, авиаперевозки, но как долго они останутся, это тоже очень большой вопрос. Уже, по сути, есть ситуация, когда Российская Федерация сейчас ведет открытые санкции против Литвы. И можно будет говорить, поскольку Беларусь граничит с Литвой, то будут просто заблокированы воздушные пространства Литвы. Соответствующим образом Литва обратится к НАТО и будет полностью заблокирована, взята в кольцо воздушное пространство Калининградской области со всеми вытекающими последствиями. То есть, любые воздушные перевозки, полеты, транспортные, пассажирские будут в ближайшие дни, я думаю, заблокированы на территорию Калининграда. Остается только водный путь, но там тоже начнутся проблемы, поскольку, естественно, сейчас корабли НАТО войдут в Балтийское море в полном объеме. И в Великобритании, прежде всего, конечно, подтянутся Франция, ну и, естественно, США. Как это все будет выглядеть, пока трудно говорить, но то, что это произойдет, это 500%. Естественно, будут заблокированы в Балтийском море все поставки по трубопроводному транспорту, это и газ, и нефть. То есть, по сути, Балтийское море сейчас превратится, вот как в Черное море, где будут полностью прекращены торговые перевозки и трубопроводные перевозки энергоносителей. Это, конечно, естественно, НАТОвский флот заблокирует морские порты все Балтийские и Российской Федерации. В том числе, Российский флот будет блокировать Балтийские порты и финские порты однозначно. То есть, ну, надо помнить, что Дания тоже, и Швеция в Балтийском море представлена. Помните же, да, трубопровод Северный поток-2, кто там давал добро на то, чтобы в их территориальных водах проходил Северный поток-2. Дания давала, Швеция давала, Финляндия давала, вот теперь это все будет. То есть, практически все торговые перевозки, вся экономика Балтийского региона сейчас будет заблокирована. Начнется прямое столкновение стран НАТО, соответственно, с Российской Федерацией. Ну, я думаю, это будет сейчас, оно как бы будет понарастающе идти, это буквально в течение двух недель. Это объективный процесс, его нельзя уже остановить, абсолютно нельзя, потому что США, Великобритания должны Литву защищать в полном объеме. Там Франция, Германия, они могут там что-то еще там, что-то, так сказать, солому жевать, как коровы две. А вот, конечно, эти Великобритания и США, они сейчас предпринятут соответствующие действия. И, естественно, сейчас будут, ну, как бы направлены на Россию системы и ракетные, и артиллерийские, очень большого радиуса действия. Вот, вот такая ситуация складывается. Захарова уже заявила, что это предприняты враждебные действия, то есть переведена риторика уже фактически в фазу военного, военного, военного такого, военного ракурса, военного ракурса. То есть Литва это уже враг, который пытается расчленить Российскую Федерацию. Естественно, должен Лукашенко реагировать. Он пока на открытии там праздничества сбора урожая. Вот, но он всячески избегает этих вещей. Он понимает, что приближается его черное время. Черное время, и, по сути, Лукашенко лучше всего было бы бежать, по большому счету. Потому что он будет, его семья, его бизнес, и его вся вот это, все, что он там наплодил за эти десятилетия, все это будет уничтожено. То есть его эпоха заканчивается. Его вот эта огромная международная военная машина с двух сторон, и российская, и натовская, они его раздавят просто. И Беларусь превращается в театр военных действий. Я вам это тоже говорил. Вот поэтому будет он там проводить эти учения свои, не будет проводить мобилизацию, не мобилизацию. Ну, просто дурачок, конечно. Ну, это, видишь, надо меньше картошки есть ему. Вот, поэтому, вот он все, картошка, 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 картошка. Вот и будет им картошка. Поэтому самое лучшее ему смыться куда-то. Лучше всего, конечно, в Латинскую Америку. Там у него есть Мадуро, там Никарагуа, там Куба, Сальвадор, Гондурас, Боливия, в конце концов. Это все страны боливарского социализма. Это бандитские страны. Там при власти стоят бандиты, там и так далее. И Лукашенко там нормально бы вписался. Вот, со своими деньгами, ресурсами, структурами и так далее. Не, это для него наилучше. Ну, во всяком случае, сыновей своих всех надо немедленно туда. Ну, и всех наложниц, своих любовниц, там, законных жен, незаконных надо отправлять. Родычей всех. Поэтому еще, по-легу, еще приплатить должен был бы за такую хорошую консультацию. Потому что для него просто идут вырванные, ну, это уже кровавые, кровавые дни идут. Даже немедленно. Это помните, у Булгакова есть, я не понимаю, что его вообще преследуют, его произведения, этого величайшего украинского писателя, антисталиниста. Почему эти придурки у нас какие-то, шариковые швондеры эти преследуют его. Но это величайший, конечно, это гений. Причем это боец против Сталина, против Джугашвили. Вот, которого Сталин не мог ничего с ним сделать. Если, например, Сорокин бежал с коммунистической Россией, а того же этого самого Кондратьева Николая Сталин лично убивал и таки убил. Да, раньше довел до тяжелого физического состояния, болезней, там, всего-всего. А потом шесть лет в тюрьме держал, а потом его приказал расстрелять в 1938 году. То с Булгакова он ничего не смог сделать. Вот он несколько, я знаю только, ну несколько человек, может вы мне еще кого-то подскажете. Ну вот Лука Ясеневский с Крыма, он был митрополитом, он был монахом, священником. Это величайший медик, хирург, вот не смог его Сталин вообще победить. И Булгакова не смог победить. Вот последние дни Турбинных, да, так называется, есть там. Вот это величайшая личность, конечно. Так вот сейчас последние дни Лукашенко начинаются. Ну уже понятно, уже будет, это уже театр военных действий. То есть там должны начаться боевые действия. Потому что, ну там колоссальная проблема для Калининградской области. Они уже теперь не могут ничего вывозить и ввозить. То есть как они могут. И ясно, что сейчас прекратятся пассажирские перевозки и трубопроводные транспорт станет. То есть Литва, она сейчас прекратит, закроет трубопровод. Трубопровод. Тогда как будет Калининград функционировать без энергоносителя? Никак. У него нет таких источников. У него просто нет таких источников. То есть там начнется, постепенно там есть продовольствие. Они кое-что производят и зерно, и другое. Но им надо его куда-то продавать. Как они его будут продавать, если Балтийское море будет заблокировано? То есть Калининградская область окажется как фактически в полной изоляции. То есть будет полностью блокирован анклав. Чем способом? С Польшей? Польша не граничит с Российской Федерацией. Беларусь с Калининградской областью тоже не граничит. То есть Литва с двух сторон, море с одной стороны Балтийское и Польша. Все. Так что приплыли. Ну, в принципе, чтобы можно было. Меня смотрят очень много жителей Российской Федерации. Единственное, я могу сейчас что сказать тем, которые там живут в Калининградской области или их родственники и так далее. Чекайте. Немедленно бегите, бегите. Пока можете, выезжайте. Кто может в Польшу выезжайте. Ну, в Литву так точно не надо. Кто может выезжать в Беларусь. Ну, там тоже очень будет плохо. Беларусь очень будет плохо. Беларусь будет театром военных действий. Однозначно. То есть там будет война. Национальная освободительная война. Причем она будет захватить все города. Все города Беларуси будут охвачены этой войной. Это увидите, вспомните меня. Поэтому украинцы, которые в Беларуси, просто немедленно выезжайте. С Литвы я всегда говорил. Там вот я помню такой. Ну, мы много работали. Я же в преподавательской среде. Со многими странами. И когда-то даже с этим работали. Которые там сейчас носят за Юлией Тимошенко. Ее этот, как ее... Паш у нее есть. Этот Акушер. Там фамилия. Да, не имеет значения. У него сын. Я помню, мы так... Ну, получается, там по родственникам его жены. И у него там это говорили когда-то. И я говорил, что... Ну, они консультировались со мной. Куда сына лучше? Я говорю, конечно, ну куда? В Словакию можно. В Польшу можно. Они его отправили в Литву. То есть, большей глупости, чем это было отправить ребенка в Литву. Это надо было... Ну, не умеют. Ну, дупель пусто. Ну, что? Дупель пусто. Этот человек сегодня стал главным советником Тимошенко. Это Юля. Ну, ты, конечно, вообще такая. Ну, я всегда говорил, Юля, ты за горизонтом не видишь. У тебя прекрасные тактические мозги. Супер. Ты менеджер. Ты можешь схемы, какие хочешь, как говорится, сплести, выплести и так далее. Но из тебя стратег, извини меня, никакой. Никакой. И все время ты попадаешься на этом. Всех, кого ты себе брал, эти, так сказать, стратегические советники, они тебя вставляют по полной программе. Вот сейчас то же самое с этим парнем, с Черниговщины. Так вот, смотрите. То есть, еще раз говорю, украинцы, проживающие в Литве, в Латвии, в Эстонии, или там нашедшие убежище, или в Белоруссии, немедленно, немедленно уходите оттуда. Это будет похлеще, чем этот самый, как он, Мариуполь или Северодонецк. Увидите. Это зона боевых действий. Кто в Финляндию уехал, в Швецию. Ну, меня ж не слушали, я ж вам всем объяснял, что это дальняя часть Балта, это полюс Балта-Черноморской дуги. Понимаете? Одна, вторая, Южный полюс, это Одесса. Видите там, что творится на Черном море. А вторая, это Балтийское побережье. Вот, но там еще, говорят, есть третье море, Хорватия, там все нормально будет. Это за уши притянуто, три моря. Это тогда Дуда, так сказать, там в Хорватии была такая симпатичная президентша, президентша хорватская такая, ух, боевая такая, мадам, госпожа, красавица. Вот, и она придумала, ну, пошла, ей Дуда понравился, как такой джентльмен, видимо, как там, типа рыцарик, я не знаю. И вот она пошла на эту, так сказать, байду, три моря они придумали, там, вот. Вот, никакого три моря нету, этот Зеленский как повторяет, ну, это просто, знаете, есть вот эти, как они, как она, птица такая, да, не павлин, а попугай, да. Вот попугай, он всегда повторяет, вот он повторяет. Какое три моря? Ермак, Зеленский, какое три моря? Есть Балтийская, Черноморская, Дуга. Понимаете, никакого три моря нету. Вы все на троих хотите сообразить, нету три моря по-зеленски. Вот, поэтому два полюса будут в огне, они должны быть в огне. Начинается мировое, мировое столкновение, цивилизационное, даже, я бы сказал, парадигмальное духовное столкновение начинается. Поэтому это, это объективная реальность, объективная реальность, и нельзя во время парадигмального, это выше цивилизационных столкновений находиться в точках бифуркации. Там, где воронки раскручиваются. Вот, Черное море воронка, Азовское и Балтийское море воронка. Поэтому это уже никуда не денетесь. Столкновение будет, потому что Путин должен нанести туда удар. Ну, ничего не остается делать. Понятно, Литва будет пытаться отразить этот удар. Понятно, что Лукашенко, Беларусь должны ударить по Сувалковскому коридору. Ну, у них, то есть, это, это, это как бы, как принцип домино. Когда падает одна фишка, и потом идет, идет, как снежный ком валится. Как сель начинается, как обвал в горах начинается. Лавина начинается. Это такая логика, это объективная реальность. И тут ничего же сделать нельзя. Тем более, вот эти Латвия, Литва, Эстония, это все государства, имеющие очень, как бы, маленькую парадигму функционирования. Маленькую. Они нестабильны. Их, они, они не выстроены, понимаете? Они не выстроены в, так сказать, в, как бы вам выразиться это лучше, в системе временных координат. Их нету, их просто не было там. Это были какие-то элементы, были там немножко, там немножко. Это, ну, можно разбираться там с историками, дискутировать. Но целостных государств не было. Не было целостных государств. Да, были какие-то кусочки. Да, было прекрасное государство, трех государств. Это Русь, ну, Речь Посполита и Литва, которая фактически была полностью на базисе Руси выстроена в тот период. Ну, вот оно потом развалилось. Ну, это даже не хочу про это говорить. То есть, вот я бы вам сейчас охарактеризовал так ситуацию. То есть, уже все, порог превышен. Путин определился. Кстати, сегодня вот туда поехал уже этот, как он называется, секретарь Совета Российского Безопасности и Обороны. Патрушев проводит, при том, он будет проводить вообще по вот этой всей системе Российской Федерации соответствующее совещание. Там будут приняты, ну, как бы решения будут вынесены. Что делать дальше? Я думаю, что делать? Будут обстреливать. Будет столкновение. Ударят по Литве, по городам ударят. А что делать? Больше выхода ж никакого нет. Вот. Так что, приветствуем Европейский Союз, этого столберга НАТО. Вот не хотели, да, в Украине действовать. Ну, так бы, к вам пришло, оно постучало. Вы его в двери выгнали, оно в окно прилезло. Вы его в окно выгнали, оно через форточку к вам влезло. Поэтому готовьтесь, НАТО, готовьтесь. А вы не готовы, абсолютно не готовы. Но, тем более, Путин не может допустить, чтобы Украине дали статус кандидата в Европейский Союз. Потому что тогда его война против Украины является войной против кандидата в Европейский Союз. А если завтра Европейскому Союзу стукнет в голову принять Украину в Европейский Союз. То есть, это уже открытая война Российской Федерации против страны, членов Европейского Союза. Ну, и против кандидата, это тоже очень серьезно, очень серьезно. То есть, это уже никакие не санкции, это цивилизационная война. Это цвет двух цивилизаций. Вот, поэтому она началась. Вот, готовьтесь, украинцы, готовьтесь. Вы с Олегом Соскиным поддержите канал. Новые идут испытания, очень серьезные, очень тяжелые. Думайте своей головой, никому не верьте. Не верьте, это бесполезно. Что вы этим всем болванам верите, эксперты? Какие там нафиг эксперты? Откуда они взялись, эти эксперты? В Украине эксперты международно, по геополитическим, военно-мировой экономике. Где они могут взяться? Бывшая колония Российской империи. И где в Украине они могут вырасти? Ну, о чем вы говорите, дорогие мои? Ой, ну ладно, то такое дело. Вы с Олегом Соскиным, до новых встреч.